Путин 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 Мы рады приветствовать нас на этих соревнованиях. Представляем агронизаторов инициативных соревнований. Федеральная цена по республике Коми, Министерство этнического и спорта республики Коми, Центрингиевский клуб единоборств имени Алексея Колбова, Администрация сельского поселения Уилья. Спонсорами данных соревнований является ИП Батареева Светлана Витальевна и Козачок Андрей Владимирович. Главный судья соревнований по ППСАПО, Мастер спорта России Морислав Апостолий Борисович, Главный судья соревнований по коммунициональному бюджету Парня Инатолий Иванович. Почетные гости. Член сборной страны по ветеранам по борьбе сезон Бронтовый призер континента Евразия Апрессин Владимир Владимирович. Заместитель министра национальной политики Республики Коми Попов Вячеслав Васильевич. И разрешите зачитать биографию Николая Апрессин. Расскажи немножко о его подвиге. Николай Васильевич Апрессин родился 12 декабря 1914 года в селе Выхар Сыктывкарского района в Сыктывкаре. В доме города Республиканской в Сыктывкаре прошло все его детство. Здесь, за большим обеденным столом, часто собиралась его семья. Мать Анна Ефимовна, дед Ефим Петрович Кочев и двоюродные братья и сестры, время от времени приезжавшие из Вильгарта в Сыктывкар. Дед Ефим Петрович оказывал на Колю большое влияние. Мальчик рос без отца. Никогда его не видел и знал только, что он погиб в Первую мировую войну. Но семья не бедствовала. Под чутким взглядом матери Николай ежедневно делал зарядку, обливался водой, проявлял интерес к спорту. Помимо этого посещал уроки живописи известного в коме художника Валентина Полякова. Поэтому неплохо чертил и рисовал. Младший двоюродный брат Сергей вспоминал. Коли был для меня примером во всем. Занимался лыжным и велосипедным спортом, плаванием, легкой атлетикой. А самое главное, он был справедливым и честным. Как и все дети, мы шалили, играли в прятки и догонялки. Он верховодил во всех забавах. Еще обучаясь в школе, он возглавил команду из пяти человек, отправившуюся в сложный поход на лыжах по маршруту Сыктывкар-Архангельск протяженностью более тысячи километров. В 1934 году он с отличием окончил строительный техникум. С 1936 по 1938 год Оплеснин служил в Москве в дивизии НКВД. Красноармеец, курсант полковой школы, младшего комсостава. Командир пулеметного отделения, командир взводов. Не раз маршировал по Красной площади на параду. Когда Николаю прибывшему домой на побывку местная организация НКВД предложила остаться в Сыктывкаре, он отказался. А жене Надежде Николаевне в тихом разговоре признался, что не хочет служить тем, кто убивает безвинных людей. Начало войны заставило Николая в военном лагере под Володой. Получив приказ отправляться на Северо-Западный фронт, он покинул молодую жену и годовалую дочь Инну. Он часто писал с фронта жене и друзьям нежные письма. Иронизировал над тяготами военной жизни. Участвовал в боях на Северо-Западном, Ленинградском и Волховском фронтах. Младший лейтенант Оплеснин занимал в штабе дивизии скромную должность. Однако именно он помог дивизии, когда положение ее оказалось безвыходным. 111-я стрелковая дивизия Оплеснина попала в окружение. Оружие она не сложила, но с каждым днем держаться становилось все тяжелее. Боеприпасы и продовольствие подходили к концу. Нужно было прорвать немецкий заслон и переправиться через реку к основным войскам. Если бы удалось с ними связаться, от этого зависело многое. Нужно было договориться о совместных действиях, выяснив все до мелочей. Даже обычная переправа дивизии – дело непростое. Переправа под огнем тем более. Переплыть Волхов вызвался младший лейтенант Оплеснин. Командир дивизии спросил – доберетесь? Обязательно, товарищ полковник, ответил Оплеснин. У нас в Сыктывкаре две реки – Сысова и Вычига. Не уже этой переплывал. Под огнем врага Плеснин трижды переплыл в холодную реку Волхов в сентябре 1941 года и установил связь с главными силами Красной Армии. При его активнейшем участии дивизия вырвалась из вражеского кольца, форсировала Волхов и соединилась с войсками армии. За этот поступок 27 декабря 1941 года Николаю Васильевичу Оплеснину присвоено звание Героя Советского Союза. Оплеснин был первым героем Советского Союза на Волховском фронте. Ну и погиб Николай Васильевич 19 марта 1942 года при подготовке к боевой операции по прорыву блокады города Ленинград. И давайте почтим память Героя Советского Союза Николая Васильевича Оплеснина в минутной Волхове. Пожалуйста, встаньте. Поехали. Покуплю��도 удобно. Покуплю.